Продолжение следует... Ну, так как я этот раз не делаю посту, у меня муж делал три раза за этот раз посты, но он уже пошел в большой дом. Там сегодня делают, я сегодня не пошла, потому что я уже начала уборку в доме и сегодня у меня немножко мне не здоровится, поэтому я не захотела, не захотела идти, муж делает за меня. Я схожу попозже. Вот такие вот девочки. Ну, это, конечно, девочки из бедного района. Они приходят вот такие наряженные, красивые, и мы их кормим, мы даем им какие-то подарки. То есть в прошлом году я давала им пеналы, давала им потом бенди, давала им там можно ручки, салфетки, там знаете, ну такие мелочи всякие приятные. Можно что-то вот такое дать. Ну, этот раз я не делаю, поэтому они, конечно, этого не знали. Они пришли, спросили. Вот пошли к моей... Я послала их к моей младшей невестке. Она точно делает, и в большом доме делают, поэтому я послала их туда. Не успела я зайти в дом и заняться своими домашними делами, как услышала с улицы душераздирающий крик. Орала моя помощница. Я быстренько побежала на улицу посмотреть, что же там с ней случилось. У меня сердце, что называется, в пятки ушло. Я быстро побежала на улицу. Я думала, если честно, что она упала и, может быть, поломала ногу или руку. А оказалось, что у нас в доме незваные, очень ядовитые и очень опасные гости. Девушки отдыхают. чуть в дом не залез прямо но он уже испугался этот раз что-то не получилось у нас его убрать так как я обычно убираю их блин да иди отсюда слушай здоровый такой еще вообще кошмар давай давай дорогой не злись иди 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 да слушай ты блин иди 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 отсюда иди давай давай не злись злиться видите злиться не не только не в мой дом слушаю туда я ничего не хочу тебе делать уходи уходи потихоньку я не хочу тебе ничего делать иди не потапит а на рига джоутом лог на джоутом боярук джоу джоу давай 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 потихоньку иди не бойся я тебе ничего не сделаю и джигарили вала киеса сказали что это водный какой-то змеёныш и сказали что это не они опасны но видно сразу воду прыг воду прыг и исчез все не видно уже здесь мы разговариваем с помощницей как раз о том что она говорит что я испугалась просто насмерть и он прыгнул мне прямо на ногу и говорит у меня просто сердце обмерло что он сейчас меня укусит это она здесь не показывает что у него на ноге есть от укуса след то есть они все-таки кусаются эти змеи но они не одовиты они живут в воде и как бы от укуса как бы не ничего страшного не бывает много ну конечно страшно во первых вот то что у меня вот здесь такой дизайн смотрите вот уже я не раз видела видео такая получается как дырочка углубление и вот там вот прячутся эти змеи они там как раз прячутся это получается очень опасно я не знаю уже сезон дождей закончился а у меня до сих пор все приходят змеи в этом году что-то вообще очень очень много приходили прямо теперь надо быть аккуратнее и проверять потому что под такими горшками могут прятаться змеи она кстати она когда убирала прямо на ногу не вылез то есть она начала она начала сдвигать и вот эти горшки и получается не передвинула и змея испугалась и прямо на ногу не прыгнула ну как прыгнула прыгнула заползла приказать прикоснулась сказать можно ну короче испугалась она очень сильно она слава богу что это был не ядовитый и ничего нам плохого не сделал девочки промокла девочки и мальчики промокла до нитки представьте я стою на этой стороне от забора то есть я стою возле клиники видите и вода прямо вот реально до меня прям до брызгиваясь я вышла погулять у нас сейчас каждый день шпарит дождь каждый день как по заказу то сезон дождей давным-давно закончился вообще на самом деле но до сих пор не закончился дождь представьте себе я вообще не понимаю что творится блин я вышла погулять сегодня через сколько дней у меня получилось потому что каждый день как по заказу меня каждый день как по заказу у меня получается вечером начинается дождь 6 часов это как раз время которое у меня гулять сегодня я вышла и пока я пошла на ту сторону подальше от дома начался дождь представьте у меня единственная мысль была это что будет с моим телефоном все это все что меня интересовало я промокшая сейчас реально донит никто нитки что говорится я даже абсолютно промокшие кроссовки промокшие абсолютно все верите реально вывешивает дожди не заканчиваются дождь и не заканчивается уже сколько дней я сейчас еще сюда стану даже на лесенку поднимусь потому что прямо вода забрызгивает прямо вот сюда представьте какой у меня широкий широкий двор до ангон сказать но это даже не двор это ангон это именно как он у меня такой как бы в самом доме как бы находится здесь это называется ангон дворов я бы его не назвала то есть какой широкий меня ангон и все равно полностью залит водой это просто кошмар какой-то не знаю сколько я успела сходить только вернее я успела километров пройти блин уже не выходило 300 лет даже не знаю часы промокли тут не знаю что все сами потому что я защищала только телефон не знаю не знаю вот прикиньте где я стою вот это клиника да я стою на пороге клиники а тут такой дождь шпарит все конкретный он начался вообще за секунду буквально это дождь блин я не успела даже вообще добежать я бежала как оглашенная просто как сумасшедшая кошмар просто кошмар время по совсем не дождливая уже сезон дождей давным-давно прошел все даже праздники прошли которые уже нет на которые уже не должен был быть дождь представьте до сих пор идет дождь вообще непонятно мне что за погода как меняется сегодня с утра была жара вообще неимоверная жара была такая что просто кошмар я не могла работать вечером смотрите такой вот дождь начался ни с того ни с всего промокла общем до нитки надо мне идти купаться опять голову мыть потому что у меня обычно голова начинает чесаться после дождя а я промокла полностью вся все пойду я пойду я купаться вот она я уже покупана уже причёсанные волосы почти высушила вот это мои вещи они настолько мокрые девочки мальчики что я и даже в баскет не могу положить и к другим вещам то есть завтра это все я буду прям вот сразу стирать я даже не могу положить это просто в баске вот знаете еще один момент хотела вам немножко показать раз я уже в ванной хотела показать вам вот этот вайпер видите какую это у нас для для чистки вот наших таких душевых да потому что у нас в комнате нету ванная поэтому ванная комната не говорим не сказали что так говорить нельзя так вот такой вайпер видел такой тонкий и он как раз вот хорошо очень воду вот так вот собирает то есть представьте я только что покупалась прям вот с головой да и смотрите какая у меня чистая и абсолютно сухая ванная то есть вот этот вайпер на самом деле он просто супер овский то есть он так классно собирает воду именно вот такой вот именно тонкий тонкий ну а конечно еще большой плюс вот вентилятор конечно же потому что то что вот остаются если даже некоторые капли то сразу же они высыхают вот еще с помощью вентилятора вот собственно говоря для этого я сделала вентиляторы во всех ванных комнатах хорошие мои вот такая у меня жизнь в индии яркая интересная насыщенная и неожиданная всегда стараюсь рассказать вам что-нибудь интересное и необычное если вам интересно как наша интернациональная семья живет в индии подписывайтесь прямо сейчас чтобы не пропускать новые видео